Текстильный город постепенно видоизменяется. Строятся все новые торговые и бизнес-центры. В основном на месте разорившихся предприятий. Вот и на территории бывшего точь прибора, ныне завода испытательных приборов, в скором времени откроются два новых коммерческих предприятия. Офисный центр «Славянский» и торгово-выставочный комплекс «Стройэкспо». Сегодня объекты строительства осмотрел глава городской мэрии Александр Кузьмичев. По его словам, такой новострой городу только на пользу. Здесь появится более тысячи новых рабочих мест, когда все три объекта будут введены в эксплуатацию. Сегодня наш город вышел на лидирующие позиции по снижению уровня безработицы. У нас одна из самых низких в Центральном федеральном округе безработиц среди Центрального федерального округа, столиц субъектов. И, конечно, сегодня для нас важно, что здесь заработная плата, сейчас мы разговаривали с инвесторами, будет от 20 тысяч рублей. Кроме того, что новые собственники облагородили фасад некогда невзрачного административного корпуса точь прибора, они планируют заняться и прилегающей к нему территорией. Не без помощи городских властей. Для удобства посетителей, жителей города здесь планируется реконструкция, расширение дороги. И плюс еще установка современного светоформного объекта, который позволит организовать движение без каких-либо затруднений для автомобилистов. А между тем, обанкротившийся завод, некогда занимавший 11 гектаров земли, теперь перебрался в эти два невзрачных корпуса. И теперь это уже не точь прибор, а завод испытательной техники. В тесноте да не в обиде. Зато после банкротства точь прибора удалось сохранить костяк специалистов – 150 рабочих мест. Здесь у нас на бывших площадях точь прибора сейчас сформировалось 8 собственников. Значит, конечно, насколько я в курсе, очень большие вложения делаются. В то, чтобы обустроить эту территорию и бывшие здания точь прибора. Ну, к сожалению, направленный на производство у нас остался один завод испытательных приборов. Остальных всех все-таки направленность – это торговля и сдача в аренду. Обидно, конечно, что инвестиции в производство сейчас практически не вкладывается. Все приходится своими силами переваривать. Завод сейчас основной производитель испытательной техники с полным циклом производства. Готовую продукцию поставляет по большей части государственным организациям и лабораториям. Не без труда, но все же предприятию удалось занять нишу разоренного точь прибора. На сегодня, к сожалению, у нас выгоднее продавать завозимые продукции, особенно из других стран, или сдавать в аренду площади. Производство выживает очень трудно, особенно как мы, которые работаем полностью светлую, платя все налоги и все заработные платы, как положено. Это, конечно, создает приличные трудности. Торговая недвижимость заполоняет Иваново. Заводам же в городе торговых центров приходится существовать по принципу «помоги себе сам», балансируя на грани банкротства.